Гнотисе Аутон. Познай самого себя. Две тысячи лет назад эти слова были начертаны на фронтоне храма Аполлона в Дельфах. В начале 20 века лауреат Нобелевской премии, академик Павлов, назвал их заповедью, которая захватывает всё в жизни человека. Научные знания о человеке, объекте медицины, со времён Павлова изменились фундаментально и уже не вмещаются в рамки традиционного медицинского образования. Проблема дробления целостного знания на фрагменты описывается в разных культурах метафоры «слон в темноте». Поднимется ли медицина на новый уровень, если её ввести в контекст современных знаний о человеке, полученных антропологами, генетиками, нейробиологами и психологами? Природа человека сквозь призму наук о человеке в авторской программе «Медицина в контексте» с Мариной Аствацатурян на Первом медицинском канале. Островский Михаил Аркадьевич, действительный член Российской академии наук, выпускник кафедры физиологии человека и животных биологического факультета, заслуженный профессор МГУ, заведующий лабораторией в Институте биохимической физики имени Эммануэля Ран. Академик Островский, создатель отечественной научной школы в области молекулярной физиологии и патологии зрения, автор около 300 научных работ и двух монографий. Им развито представление о свете не только как о носителе зрительной информации, но и потенциально опасно повреждающем факторе. Михаил Аркадьевич Островский, лауреат премии правительства Российской Федерации, удостоен правительственных наград, медалей имени Сеченова Ран. Академик Островский, президент физиологического общества имени Павлова, которая в 2017 году отметит свое столетие. Академик Островский вновь в нашей студии. И в прошлом выпуске нашей программы мы говорили об истории изучения молекулярной физиологии зрения, этого сложного психофизиологического процесса. Михаил Аркадьевич представил нам многовековую историю этих исследований, и в частности привел обнаруженные им совершенно никому неизвестные или малоизвестные факты, например, об участии в этих исследованиях, в исследованиях физиологии зрения известного советского физика одного из создателей атомной бомбы Юлия Харитона. Сегодня мы продолжим наш разговор, и в основном он коснется современных направлений исследований и возможного практического применения их результатов. Что такое молекулярная физиология зрения? Вот здесь вот название нашей лекции. Что такое? О чем идет речь сегодня? Вот о чем. Значит, структура от глаза до молекулы зрительного пигмента родопсина. То есть, что мы изучаем? Что является предметом? Ну вот еще раз глаз, вот эта сетчатка, и сейчас я буду говорить только о зрительных клетках. Вот она, рисунок зрительной клетки, палочки, мало того, я буду говорить не о всей зрительной клетке, а я буду говорить только вот о так называемом диске. Здесь вот там тысяча дисков или несколько сотен дисков, это как стопка пятикопеечных монет. И вот из-за этого наружу, это как фотоумножитель. И вот он такой, у рыбы это 20 тысяч дисков, чтобы поймать квант, а у быка там 200 дисков, поскольку это дневное животное. А глубоководная рыба, которая там мало света, вот ей надо 20 тысяч дисков, чтобы поймать один квант. Ну понятно. То есть толщина, она как бы индикатор количества кванта, который может уйти. То есть чем меньше света, тем больше нужно, чтобы поймать. Тем больше стопка. И даже и в основном, о чем я буду говорить, это вот об этой молекуле зрительного фигмента родопсина, которая как яйцо, условно говоря, вставлена вот в эту биологическую мембрану. Вот история зрительного фигмента родопсина, то, чем мы в основном, собственно, и занимаемся, это отдельная тоже очень увлекательная история. Он был открыт в 1876 году Францом Болем, немецким физиологом. Эксперимент был настолько простой, что даже стыдно сказать. И вот у нас на малом практике студенты просто его делают. То есть что сделал Франц Больф в 1876 году, о чем опубликовал статью. И потом, например, я сам участвовал в симпозиуме в 1976 году, сто лет спустя, который был посвящен этому великому открытию, потому что родопсина, на нем сфокусирована масса, это отдельная история, я сейчас расскажу, масса интересов разных людей, то есть разных лабораторий, разных специальностей. Что сделал Франц Больф? Он взял лягушку, посадил ее в темноту, она у него ночь просидела в темноте. Потом он утром пришел, условно говоря, утром пришел, и в темной комнате, ну, там красный фонарь, ну, как фотокомната, знаете, как мы, да. Он достал эту лягушку, он эту лягушку вытащил в сетчатку, ну, просто припаривал лягушку, это главный объект физиологов. Он вытащил эту сетчатку в этом пинцетиком таким изогнутым и бросил эту сетчатку в чашку Петри физиологический раствор. И она плавает, эта сетчатка, это можно сделать, его студент это делает сейчас легко, вот как маленькая медузка, ну, как, это же куполочек такой. Она плавает в этой чашке Петри. Потом он взял эту чашку Петри, вышел из комнаты, из темной, и поставил ее на подоконник в яркий солнечный день. И на его изумленных глазах вот эта розовая, такая пурпурно-розовая сетчатка, поэтому он назывался зрительный пурпур очень долго. Вот эта пурпурная сетчатка на его глазах стала обесцвечиваться, стала сначала желтоватой, а потом белесой. И вот никаких приборов, никаких микроскопов. Просто он увидел, как обесцвечивается сетчатка из такой пурпурной белесы. И он написал статью, что значит, в зрительных клетках, а уже известно было, конечно, что есть какое-то вещество, он назвал его зэштоф, которое при действии света обесцвечивается. И вот, наверное, вот это обесцвечивание, вот эта фотохимическая реакция, и запускает зрительный процесс. Вся статья. И вот это было открытие зрительных пигментов. А потом началась лавина работы немецких в основном тогда, потому что это нужна хорошая биохимия, чтобы выделять, изучать. И вот началась эта история, которая активнейшим образом, я подчеркиваю, продолжается и сегодня. То есть родопщин и сегодня. Если вы делаете поиск в интернете, вам вывалится дикое количество... В одной только Москве, я знаю, просто целую... Ну, не только в Москве, а в мире... Популяция ученых родопсинщиков. Да, да, это... Я мало того вам скажу. Когда я был в Америке, ну, это и без меня было известно, значит, когда в 90-е годы была вот эта бренд-дрэнер, эмиграция наших молодых ученых, то на биофизическом конгрессе Соединенных Штатов Америки симпозиум, посвященный родопсину, шел по-русски. Потому что там были только русские люди, в основном. Ну, к тому, что это у нас было... Я сейчас объясню, почему. Было очень сильно развитое это направление, в основном благодаря Юрию Анатольевичу Овчинникову. Я сейчас покажу. А вот он и есть. Вот он, Юрий Анатольевич Овчинников, вице-президент Академии наук СССР, который организовал проект родопсин в середине 70-х годов. И тогда были 4 лаборатории, которых он, так сказать, призвал. Это была его собственная лаборатория, лаборатория Владимира Петровича Скулачева, если вы знаете, вот в университете. Льва Петровича Каюшина, это был биофизик Пущино. И наша лаборатория в институте химической физики. Потом она разрослась, это все дело. И идея проекта была очень простая. Установить, это не было известно, структуру этого белка, а это был первый мембранный белок. Не водорастворимый, а мембранный. И изучить его функции. Речь шла как о зрительном родопсине, так и о бактериальном родопсине. Потому что примерно к этому времени, в 75-м году, был открыт родопсин у архибактерий, функция которых не зрение, а функция которых примитивный фотосинтез. И если говорить об эволюции, то Земля возникла 4,5 миллиарда лет назад. Ну так, геологи считают. Биосфера возникла примерно, опять же, вот есть такие статьи, вот классиков, 3,5 миллиарда лет назад. Так вот, бактерию родопсину, как белку, 3,5 миллиарда лет. То есть, на самой заре рождения, то есть, жизни биосферы, уже был бактерий родопсин. Почему? Это был примитивный фотосинтез. Это хлорофилл потом возник. Да, да. И поэтому задача была вот этого, не только нашего, это в Германии, в Америке. То есть, вот 70-й год, это бум в области вот родопсинов, бактериального и зрительного. И вот картинка, это была абсолютно пионерская работа, это первичная структура, то есть, аминокислотная последовательность и топография в мембране, вот, зрительного перевода. До этого, это 82-й год, а до этого в 72-м он опубликовал бактерия родопсин. То есть, сначала он сделал бактерии, ну, он и его сотрудники, там был такой замечательный, он сейчас в Америке, Абдулаев, Надик, ну, это была сильная команда очень. Почему это безумно важно? Я сейчас забегаю вперед, но не могу не сказать. Оказалось, что вот бактерия родопсин, вот этот зрительный родопсин, это так называемый Ж-белок-связывающий рецептор. То есть, это белок, который типа, значит, я по-другому скажу. Современная фармакология, миллиарды долларов, это поиски лекарств, которые взаимодействуют с белками типа родопсина. Поэтому всякие адренорецепторы. То есть, все, что касается передачи нервного сигнала и эндокринного, гуморального, эндокринологии, нейробиологии, все, что касается взаимодействия медиатора с рецептором, в значительной мере это рецепторы белки, вот такие, семь альфа-спиральных тяжей и вот такие вот петли. Если я не ошибаюсь, одна из недавних Нобелевских премий. Правильно, даже две. Даже две, да. То есть, к нему, именно, в этом смысле, вот класс А, так называемых Ж-белков, это родопсин подобный. Поэтому родопсином занимаются не только люди, изучающие и интересующиеся механизмами зрения, а это те фармакологи и те биохимики, которые ищут проблемы Сигнальные мои, да. И для сердца, и для... Ну, я не буду считать, это отдельная история Ж-белки, так сказать. Да, да, да. Но я просто хочу сказать, что в этом смысле это был первый Ж-белок, связывающий рецепторы. И он интересен для... Я говорю, миллиарды долларов сейчас фармакологическими фирмами тратятся вот на... Ну, то есть, это модельная такая... Это модельная белка, совершенно верно. Понадобилось почти 20 лет. Значит, это 1982 год. В 2001 году только удалось, это был молодой аспирант японец Акада, удалось кристаллизовать этот белок, потому что водорастворимые белки еще легко кристаллизовать. Это были до этого кучи Нобелевских премий, там, Перос и так далее. А вот мембранный белок, который сидит в липидной шубе, его было очень сложно кристаллизовать. И вот только спустя там 18-20 лет удалось его кристаллизовать. И вот в первой работе этих японцев Акада, молодого парня с американцами, с Палчевским, они сделали рентген, то есть сделали кристалл, ну и сделали рентгенную структуру. И вот эта картинка уже современная объемная, так сказать, трехмерная структура вот этих тяжей, которые, видите, они под разными углами находятся внутри мембраны. И теперь, как выяснилось, функция, когда запускается светом эта молекула, в том, чтобы эти вот тяжи, вот эти вот колонны, они чуть-чуть повернулись. Вот поворот было так, осталось сяк, вот это и есть суть дела, на что тратится кванцвета. То есть это уже внутримолекулярные проценты. А вот если эту молекулу разрезать как бы пополам, поперек, то мы видим в серединочке, в сердцевинке хромофорный центр. Почему она пурпурная? А потому что в белке сидит хромофор, который ковалентно, прочно связан с белком. И это ничто иное, как альдегид витамина А. Поэтому надо есть рыбий жир и морковку, как говорится. То есть вот эта картинка, ну, реконструкция, вот зеленый это белок, а в нем сидит красный ретиналь. Ну, вот такая же картинка, видите, вот этот фиолетовый ретиналь, как уже химическая формула, и он окружен вот белковыми аминокислотными остатками. Короче, вот если на этой стадии остановиться, или, может быть, я забегаю вперед, вы дальше скажете, квант света, обесцвечивая, условно говоря, обесцвечивая радапсин, он потом, так сказать, запускает реакцию его синтеза. Он должен восстановиться, но не та же самая молекула, а новая, забежала. Марина, вы абсолютно правы, но чуть-чуть, это лог. Нет, вопрос, то есть логика развития наук была именно такая, как вы говорили, тут очевидно было. Значит, к чему я веду, вот это очень важно, что, по крайней мере, три физиологические функции, основные, связаны с белковым окружением вот этого ретинала. То есть ретиналь вот такой изогнутый, как кочерга, он называется 11-цис. То есть ретиналь может быть в 16 изомерных формах изогнут, но в природе выбран вот миллиард лет назад вот только вот 11-цис. И вот это вот изогнутый, как ключ-замок. Вот только такой ключ входит вот в этот замок. Никакой другой. Так вот, в зависимости от того, какие аминокислоты конкретно окружают вот этот ретиналь, аминокислоты, зависит а, спектр поглощения, то есть световое зрение, красный, синий, зеленый, фиолетовый, зависит скорость выпрямления этой молекулы при действии света, и зависит борьба с тепловым шумом. Вот все три важнейшие функции прямо зависят от того, какие именно окружают аминокислоты. Мало того, дегенеративные заболевания сетчатки, например, пигментный ретинит, прямо связаны с тем, что вдруг вместо нормальной какой-то аминокислоты каким-то образом этот ретиналь окружает другая, неестественная аминокислота. И вот вам слепота. Пигментный ретинит. То есть вот к чему я веду? Понимание вот этих внутримолекулярных, сложнейших механизмов машины, или даже не машины, а машинерии, вот они только сейчас выводят нас на понимание, как свет превращается в зрение, и на понимание того искать там, где потеряли, а не там, где светлее. Там, где светлее, да. Потому что офтальмологи, еще трудно с офтальмологами разговаривать, они очень, очень сложно объяснить. Вот это отдельная история. Да, это потому что все-таки слишком много действительно наук здесь, и нам надо разбираться с молекулами. Да, а пойди там, врачи. Причем здесь еще и динамика же, не только биохимия, еще и... Мы далеко зайдем, но это отдельная больная тема взаимодействия фундаментальной и прикладной науки, взаимодействия биологов и медиков. Я попросила вас прийти к нам, Михаил Аркадьевич. Но я не медик, я биолог. Я понимаю, но врачам это нужно. Я надеюсь. Я надеюсь. Теперь два слова про эволюцию. Вот это знаменитая фраза Чарльза Дарвина. Глаз – это орган исключительного совершенства. И вот Чарльз Дарвин в этом своем труде естественного отбора и писал. Все понимаю, не понимаю, как может устроить глаз. Не могу объяснить. И вот понадобилось, как я вам говорил, 150 лет, чтобы дойти до того, это надо было вся мощь современной молекулярной биологии, вся современная генетика, вся современная физиология, все современные эволюционные, так сказать, подходы, современные подходы, чтобы можно было сейчас себе представить, что, в принципе, Дарвин был прав. Теория Дарвина – всепобеждающее учение, но только оно приходит вот в этом случае 150 лет спустя. Понимание того, что таки, да, в ходе эволюции сформировался вот этот уникальный, совершенный орган зрения. Причем он совершенно и уникальный, отнюдь не у… Когда я говорю о глазе, не у человека, человек отнюдь, я еще раз подчеркиваю, не венец природы. Глаз столь же совершенен у мухи, у пчелы, у моллюска, у собаки, у обезьяны, у человека. В этом смысле глаз человека, как вот с точки зрения вот фотохимии, обработки информации, всего, отнюдь не уникален. Это просто частный случай, ну, в данном случае позвоночных животных. И вот я, видите, пишу, родопсин один из самых древних белков животных. То есть, вот где-то, то есть, сам бактерий, сам зрительный родопсин, как же белок, связывающий, возник порядка миллиарда лет назад. Но когда появились вот билатеральные, то есть, появились первые примитивные организмы, а потом это называется кембрийский взрыв, где-то 600 там миллионов лет назад. И когда началась вот эта эволюционная древо, вот оно, классическое эволюционное древо, то вот дальше и пошло формирование органов зрения. У мухи, у креветки, у ланцетника, у змеи, у человека. Понимаете? Но что важно? Фасеточный глаз у насекомого. Знаете, как многие дольки апельсина. Камерный глаз у осьминога. У осьминога как бы глаз как у человека, а сейчас как у насекомого. То есть, это переходные какие-то. Или камерный глаз классический человек. Но во всех случаях, вот от миллиарда лет назад до тысячи... тасовались возможности такой же. До нынешней минуты. Да. У них у всех чипом вот светочувствительные молекулы, которые поглощают кванцвет и запускают процесс, все тот же родопсин. Универсальный. Вот он самый, как он был, ну, там, с некими девиациями, он так и остался. Чуть-чуть замены. Чуть-чуть, да. Но, в принципе, это одна из самых консервативных и совершенных. То есть дальше уже было нечего совершенствовать, поскольку, я сейчас скажу, квантовый выход порядка 0,65-0,67 это высокий. А скорость выпрямления, я сейчас покажу, 100 фемтосекунд. А что такое одна фемтосекунда? Это 10 минус 15 степени секунды. И вот до этого дошли, когда вот появилась эта сверхмощная лазерная техника с фемтосекундой. То, что мы сейчас делаем с Институтом и химической физики. Немножко о цветовом зрении. Даже не именно спектральной настройки. То, о чем я говорил. То есть, вот спектр поглощения зависит от белкового окружения. И вот смотрите, в зависимости от того, какое белковое окружение вокруг этого, того же самого ключа, один из цицит-ретиналя, у геккона, у ящерицы, это почти ультрафиолет. То есть, просто ультрафиолетовый рецептор, а у ащетра это почти инфракрасный. То есть, вот такой огромный разброс по всему видимому и даже заходит, залезает в ультрафиолет, это все в зависимости от тех или иных аминокислот вокруг одного и того же один из цицит-ретина. И в этом смысле, частным случаем, являются синий, зеленый, красный колбасный человек, который где-то вот здесь находится. То есть, я к тому веду, что вот это понимание внутри молекулярной химии, машинерии, оно становится критичным. А что такое дельтонизм? Это просто заменилась какая-то аминокислота. Вот и все. Родоптив все тот же самый, ретинал тот же самый. Поэтому количество колбачек то же самое, только в бывших красных все зеленые пигменты. Или наоборот, это там протонопы, дейтеронопы, дальтонты. Вот он открыл физик, дальтонизм. Вот это вот суть дела. И в этом смысле вот вам сетчатка человека. Вот его синие, зеленые и красные колбочки, которые находятся в фове, в центре. А вот по периферии находятся сумеречные палочки. Поэтому, чтобы увидеть звездочку на небе, надо, это астрономы знали давным-давно, надо смотреть краешком глаза, чтобы луч света попал не в центр, а вот на периферию. Тогда увидишь, а в центре ничего не увидишь. И вот самые страшные заболевания, это вот макулярная дегенерация сетчатки. Это ужас. И так же распространено, к сожалению, как и Альцгеймер. Возрастные патологии. Это вот фовия. И все усилия вакуарных технологий направлены на это, но мы об этом будем говорить в конце. Я просто к чему веду. И вот вам их оспекты. Вот он, синяя колбочка поглощает. Это то, что уже было сделано. Я знаю этих людей. Вот Джим Бэрмейкер замечательный, его учитель Дартнелл, это в Лондоне институт офтальмологии, такое классическое место. Вот они мерили эти спектры в одиночных клетках. Понимаете, мы можем также сейчас это делать. Мы это делали, но это отдельная история. Вот эти красные, вот они зеленые, а вот это палочки. А вот черепаха. Она тетрахромат. Не трихромат, а тетрахромат. То есть черепаха видит цвета лучше, чем мы. Чем больше цветоприемников, тем лучше разрешение. Поэтому в этом смысле человек не венец природы. Вот вам рыбы, тетрахромат, вот вам золотая рыбка. Мы сами мерялись с бумагой, у нас есть совместная работа, у нас, мы в Лондоне с ним делали эту работу. Ну, там отдельные истории, сейчас не буду рассказывать. Но у него, видите, ультрафиолетовые, сине-зеленые, красно-четвертые колбочки. Четыре типа колбочек у золотых. На самом деле, ей ультрафиолетовые не нужны. Это вода не пропускает. Это атовизм. Но у нее есть и есть, никуда не денешься. И мы изучали молекулярные механизмы, почему там красный, там хлор еще. Ну, не важно. Короче говоря, рыбы потенциально лучше видят цвета, чем человек, только им не нужно это. А вот птицы им нужно. Птицы тоже это тетрахоматы. То есть, они тоже, видите, одиночные, ультрафиолетовые, синие, зеленые, красные, ну и, соответственно, палочки, которые сумеречные зрели. Да. И в этом смысле птицы венец природы. В этом смысле. Все. Теперь про фотохимию. Теперь про фотохимию, да. То, чем интересуются сегодня ведущие фотохимические лаборатории мира. В Америке там есть лаборатория Мэтьюса, там в Германии. То есть, я хочу сказать, что это, фотохимия, это, как говорит один мой сотрудник, супер-пупер. Знаете, это сейчас, ну вот, великий Джордж Уолт. Джордж Уолт, лауреат Нобелевской премии, который открыл, что ретиналь, что хромофор является ретиналем. Ему не просто так дали Нобелевскую премию. А второе, он и его сотрудники в 50-х годах, я еще был студентом тогда, в конце, в середине 50-х, по-моему, да, он открыл, это было, что, зачем нужен квант света в зрении? Зачем нужен свет в зрении? Вот это сделал Джордж Уолт. Квант света в зрении, он, конечно, не знал ни о каких чем-то секундах, но квант света в зрении нужен для того, чтобы выпрямить изогнутую молекулу ретиналя. Вот это называется фотоизомеризация. И вот потом уже стало известно, вот сейчас уже, последние там 10 лет, 8 лет, что это вот поворот вокруг этой двойной связи 11-12, и он происходит аж за 100 фемтосекунд. То есть уже быстрее невозможно. Это одна из самых быстрых фотохимической реакций в природе вообще. Спрашивается, зачем такая, это мы не видим так быстро, это только меняется молекула. Спрашивается, зачем? Потому что, чтобы это было, надо, чтобы было совершенно определенное, очень совершенное окружение белковое. Сам по себе ретиналь в растворе будет в 100 раз хуже изомеризоваться и медленнее. То есть белок ускоряет, помогает, и это очень важно. Белок, это отдельная тема, как белок ускоряет эту фотохимическую белковое окружение. Здесь стереоэффекты, наверное, какие-то, стереохимия какая-то. Ужасно сложная. Не будем, ладно. Я не биолог, я не химик, и мне сложно это, честно могу сказать. Но я хочу сказать, что факт налицо. Вот порядка, первый продукт появляется там через 200-70 секунд. И вот это выпрямление, это и есть единственная роль, единственная, зачем нужен свет. Ни для чего больше свет не нужен. Вот Мавр сделал свое дело, Мавр может удалиться. Понятно, да? И потом, вот началась вся эта эпопея изучения вот такими и зрениями. Вот когда вот стало ясно, то есть началось все с Франца Боля, которую видел выцветание Радапсина. Но, конечно, он не знал ни о каких изомеризациях, ничего. Вот очень, ну не то чтобы примитивная, но такая упрощенная схема фотохимического превращения. Вот я ее разделил на три этапа. Это уже я для лекции разделил. Вот фотоизомеризация ретиналя, фемто и пикосекунды. Значит, фемто это 10-15, пико 10-12. Вот появляются первые продукты какие-то, да? Вот этот первый продукт за 200-фемтосекунд. фоторадапсин. Потом будет второй этап, я о нем скажу, это изменение формы белка. Уже от того, что ключ изменился, меняется белковое окружение. Потом вот этот метрадапсин-2, видите, красненьким, это запустился зрительный процесс, а уже после того, как я увидел вас и вы увидели меня, вот здесь вот происходит развал молекулы. То есть в буквальном смысле слова, Мавр сделал свое дело, Мавр может удалиться. Белок, я покажу это, белок остается в мембране, а ретиналь уходит. Но уже не как один эцициц, а как выпрямленный, полностью транс. Вот два слова о фотоэземеризации. Вот что мы делаем, я просто не мог удержаться, сейчас, чтобы не показать. Вот мы сейчас вот с институтом химической физики, там был совершенно замечательный, он скончался совершенно трагически, неожиданно, Олег Саркисов, физик, он сконструировал установку, которая позволяла давать вспышки света 25 фемтосекунд. Это очень сложная полкомнаты установка. И вот мы вместе с ним стали изучать вот эти реакции. Синенькая родопсин, там фотородопсин, красная фотородопсин, обратно родопсин. Вот эта реакция сейчас, под это дело дают деньги, это как бы будущее, это прототип фотопереключателей для будущей электроники. То есть моделирование вот этой реакции, если ее удалось, это развитие будущей молекулярной электроники. Но это отдельная песня. А вот эта картинка, вот это электронно возбужденное состояние, вот этот поворот, о котором я вам говорил. А это наши картинки, которые мы изучали, но я о них не буду останавливаться. Таким образом, белковая часть молекулы меняет свою форму после фотоизомеризации ретиналя. То есть свет нужен для того, чтобы изменить форму молекулы. А вот эта измененная форма молекул, уже измененная белок, то есть замок, который искорежен, вот он искореженный в форме и запускает процесс зрения. Процесс называется фототрансдукция. Значит, теперь вот эта фототрансдукция. Значит, от света до зрительного сигнала. Вот опять та же картинка, которую я вначале показывал. Свет, молекулы родопсина, электрический потенциал, уменьшение скорости выделения медиатора. То есть сигналом для клетки следующий является не ускорение, а уменьшение выхода медиатора. Это мы делали когда-то, в том числе с Юрием Андреевичем Трифоновым еще в 60-х годах. И вообще было трудно поверить, что это правда, что сигналом является торможение, ну, в нейрофизиологическом смысле, торможение клетки, а не возбуждение. То есть в темноте клетка возбуждена все время, а на свету она затормаживается. И вот это торможение, это уменьшение скорости выделения медиатора, что и есть сигналом. Ну, это как ноль единицы, это без разницы. Бинарное, да, такое. Вот я показываю темновое. Вот это уже некая очень примитивная картинка, но это уже те тонкости, до которых дошла наука лет уже 20 назад, не то, что вчера. Вот это основные белки трансдукции. Родопсин. Вот это Т, это трансдукция, это и есть тот же белок, за которым охотятся все пармакологические фирмы, на которые тратятся миллиарды долларов, потому что вот он и есть уже белок, это суть действия лекарств. И там фосфодиэстераза, то есть фермент, который разрушает там циклический, ну, какую-то маленькую молекулу. И вот темновое состояние. Каждый отдельно, родопсин отдельно, трансдуцин отдельно, фосфодиэстераза отдельно, они в мембране плавают, это жидкая мембрана, и вот есть довольно много этого циклического гоназинмона фосфата, который держит активно, как вот же, держит вот этот ионный канал открытым. Вот это понятно? Это понятно. От того, что он держит канал открытым, ионы, кальция, магния и натрия идут внутрь клетки. Он же открыт. Ну и он и канал, понятно. И поэтому потенциал маленький, видите, я маленький, минус и плюс поставил. То есть потенциал, называется клетка деполяризованная. Вот это темновое состояние. Родопсин не взаимодействует с трансдуцином, канал открыт, клетка деполяризованная. Вот то, что если вы в полной темноте. То есть клетка работает, там всякие пятая фаза работает, это все активное состояние, темнота это не покой. Понятно, что я говорю? Это понятно. А вот цветовое состояние. Молекула родопсина поглотила квантсвета, изменилась форма белка, как я только что сказал, и от того, что изменилась форма белка, вот этот замок, он, обнажились некие на нем участки, которые позволили ему взаимодействовать вот с этой молекулой трансдуцины. То есть там эта жидкая мембрана, она все время сталкивается, дефондирует. Понятно? И вот когда образовался вот этот комплекс, вот я синим обвел, вот это и есть запуск. Причем одна молекула взаимодействует, примерно успевает двумя стами молекулами трансдуцина. То есть это усиление в 200 раз. Дальше вот этот трансдуцин взаимодействует один к одному с фосфодиэтераза. А фосфодиэтераза активнейший фермент, который одна молекула там за какое-то в это время разрушает тысячу молекул ЦГМФ. И канал закрывает. И тогда падает концентрация ЦГМФ. Понимаете? Падает, вот она превращается. И канал захлопывается. Потому что цикл гонозил цегмф отвалился. ЦГМФ он держал, он отскочил. Он отскочил, канал сам по себе захлопнулся. То есть канал это белок. Ну понятно, да, но ионные каналы это белки. да, он захлопнулся, ионы перестали входить, и возник вот этот гиперполяризационный потенциал. Видите, он жирный поставил. Вот этот гиперполяризационный потенциал и распространяется потом к синаптическому окончанию. Так вот этот ферментативный каскад усиления это как бы биологический фотоумножитель. Это почти в 100 тысяч раз. То есть один квант света размножается, усиливается сигнал в 100 тысяч раз. Это не мы видим не один квант, а мы видим вот 100 тысяч мы результат это результат это как это как в ружье вы мизинцем нажимаете корок а порох уже там а это порох это заложен и вот то чем я сейчас рассказываю до этого надо было дойти и вот это есть результат многих лабораторий в течение нескольких десятилетий сегодня это просто должно быть ну это очень примитивная схемка сегодня должно быть в учебниках ну хотя бы медицинских вузов чего я не уверен пока есть но без этого мы не поймем чего ломается и не поймем как чинить соответственно это уже следующий естественным образом мы хотя бы не поймем чего ломается таким образом я просто второй этап это конференционное изменение белковой части вот этот вот этот продукт он называется метрадапсин 2 это просто вот видоизмененный замок вот этот видоизмененная белковая часть которая и взаимодействует с же белком вот это понятно ну это можно понять так вот я к чему веду что вот вот это и есть предмет изучения всех тех биохимиков и там Нобелевских премий которые пытаются понять как передается нервный сигнал гормональный сигнал как предотвратить там не знаю сердечно-сосудистые заболевания всякие адренорецепторы холинорецепторы гултоматные рецепторы то есть это отдельная то есть сигнальные пути это сейчас вообще орудие диагностики Марина в том-то и дело что вся фармакология вышла из гоголевской шинели она вся вышла из радапсина вот к чему я веду вот это все вышло отсюда причем за последние всего лишь несколько пару десятков лет это вообще мгновенно но сигнальные системы сейчас настолько актуальны журналы именно сигнальные системы пути я просто подчеркиваю все вышло отсюда это был первая структура первая структура же белок связывающая рецепторы родовсин как первичная так вторичная так и третичная первое понимание вот этого механизма только вместо света будет молекула адреналина ацетилхолина глютамата или там какого-нибудь гормона понятно да но вот вот она суть дела и поэтому к этой проблеме зрительной обращено внимание не только зрительных людей не только зрительных да вот с чем я веду это вот наши картинки ну это 85-й год работы еще как изучить как мы дошли до жизни такой то есть с помощью там спиновых то есть спиновые метки рентгенно-структурный анализ иммунохимия то есть для того чтобы доказать что белок меняет конформацию это огромная работа огромного числа лабораторий с огромным числом мощнейших методов ЭПР ЯМР иммунология рентген там ну черт и дьяволок я не буду сейчас перечислять понятно но вот это просто наша картинка которой мы очень гордимся когда в ответ на зеленый свет вот этот вдруг сигнал ЭПР который говорил о том что вот эти петли обнажились ну я не буду вот мы посадили спиновые метки сюда но это я не буду и потом и потом вот был есть жив-здоров Вейн Хахюбл в Лос-Анджелосе который вместе с Кораном в Америке сделал очень много именно в этом направлении работ ставших классическими и сейчас это уже как бы Альфа и Омега то есть сейчас уже никто то есть вопрос только о том какие скорости то есть детали но суть очевидна и вот картинку которую я могу нарисовать по состоянию на сегодняшний год я же говорила 2016 год у вас есть вот эта картинка то есть мы сегодня знаем я не могу углубляться это отдельная история но мы сегодня знаем внутри я не почуваю не меж а внутри молекулярные события от кванта света до активации вот этого же белка то есть сначала образуется вот трансретиналь который является мощным агонистом то есть он помогает взаимодействовать с же белком а одиннадцатцилл был мощный антагонист он предотвращал не дай бог если родопсин взаимодействует с трандоцином в темноте будет такой шум что мы ничего не увидим поэтому очень надежная система предотвращения взаимодействия но уж коли кванта света поглотился он превращается в мощный помощник этого от этого что он поглотился вот это третье четвертое тяжи помните эти 7 они вот как бы расходят как фермы вот когда ракета взлетает ферма расходится вот эти третий четвертый там еще пятый они как бы расходятся причем расходятся на ангстреме и вот это вот изменение на ангстреме приводит к тому что обнажаются вот эти петли которые на поверхности вот и вот тогда вот этот там циклонец там трансдуцина взаимодействует как ключ с замком уже с этой петлей. И вот это расстояние, передача сигнала, 40 ангстрем всего. То есть мы понимаем сегодня, когда я говорю слово молекулярная физиология, физиология, это не биохимия, это физиология. Так вот это молекулярная физиология на ангстремном уровне. Потому что это функция. Это функция, зачем квант света был поглощен. Он был поглощен для того, чтобы активировать транзуцин. Не для чего больше. Понятно? Понятно. Давайте дальше. Вот такая история. И вот эта картинка лежит, условно говоря, на столе любого сегодня фармаколога, который ищет, как работает же белок для адренорецептора, для томатного рецептора, для гормонорецептора. Вот это чертеж, вот эта схема, вот эта модель, из которой надо смотреть. Ну, понятно. Понятно, да. То есть это не только зрение, но и модель для поиска... Да. В данном случае не только и не столько зрения, только вместо кванта света какая-то похудшая вещь. Вся обоняние на этом построено. И вот сетчатка, как биокомпьютер. Значит, вот этот механизм трансдукции, вот этот синапс, где передается сигнал на нервные клетки, вот эта обработка, которая сложнейшая, причем, чем примитивнее мозг, тем сложнее обработка здесь. У лягушки сложнее, чем у человека, условно говоря. И вот нервные клетки, их миллион, аксоны которых образуют зрительный нерв и передают информацию в мозг. А уже в мозгу, вот она, зрительная область затылочная, потом и весь мозг, и, наконец, я вижу вас, вы видите меня. Это уже совсем другая наука. Ну, это да. Да, да. Это физиология восприятия, как бы, да. Да, да. Здесь и психология, и все. Но я хочу сказать, когда я рассказываю сегодня о том, как превращается энергия поглощенного кванта света в зрительный сигнал, это вот здесь вот, это с чего все начинается. Вот начинается. И вот это разгадка, это ответ на вопрос древних греков. Это древние греки задали этот вопрос, как свет превращается в зрение. Вот мы ответили. Две с половиной тысячи лет спустя. Ну, и, наконец, ближе к медицине. Это называется фотобиологический парадокс зрения. Смысл очень простой. Свет не только носитель информации, но и потенциально опасный повреждающий фактор. Почему? А вот смотрите, вот это третий этап. Когда уже мы здесь увидели друг друга с вами, белок остается в мембране, а ретиналь уходит из клетки. Белок остается голым. И вот этот ретиналь называется полностью транс, то есть полностью выпрямленный ретиналь. Он безумно опасен. Вот здесь, вот это я наглядно показываю. Вот он, родопсин, когда у него 11 цис, вот он сидит, мы дали свет, белок голый, а ретиналь выше. И вот тут, на мой взгляд, субъективный, субъективный я подчеркиваю, эволюция не доработала. Если вот этот процесс прямой, вот возникновение зрительного сигнала, тоже там есть свои сложности, но в общем достаточно надежный, то есть чтобы сделать сигнал, то вернуться в исходное темновое состояние оказалось так сложно, так много белков, так много генов задействовано, что где тонко, там рвется. Где слишком сложно, там рвется. Все завязано на одну конфигурацию. И это называется, это отдельная как бы область, называется зрительный цикл. Что такое зрительный цикл? Это обесцвечивание и регенерация родопсина. Видите, вот родопсин, вот он поглотил свет, вот он образовал полностью трансретиналь, и вот в норме, если все окей, там есть два фермента, в том числе один, который там переносит ретиналь, другой, который его восстанавливает, в витамин А, в ретинол, вот эта стрелочка, он очень быстро полностью трансретиналь уходит из мембраны, из диска, и превращается в трансретиналь. А дальше этот трансретиналь с помощью разных белков переносится уже в другую клетку, из наружного сегмента, он переносится в клетку пигментного петеля, это сидит за сетчаткой. Там он превращается с помощью фермента обратно в 11-цис. Это специальный фермент открыли. который в темноте из всех изомеров делает только изогнутый 11-цис. И этот 11-цис доставляется к этому голому белку, который остался без ретиноля, и происходит восстановление обратно. И вот это очень сложный цикл, который его включает, я сейчас покажу, массу генов и массу белков. И вот он-то, проклятый, изрытельный цикл, судя по всему, и есть основная причина дегенеративных заболеваний сетчатки. Вот вам эта регенерация. Вот белок голый, вот к нему добавился 11-цис. Это можно сделать в пробирке, кстати. Джордж Уолт это сделал в 50-х годах инвитро. Добавил 11-цис ретиналь, и образовался, он вошел как ключ в замок, в белок, а уже 9-цис еще может войти, но его нет в природе. А уже какой-нибудь 13-цис или еще какой-нибудь цис, ну как другой ключ, он не залезет туда. И вот образуется снова адаптация. Вот этот процесс занимает, прошу прощения, минуты. Вот когда вы из пляжа входите в темную комнату, вам надо адаптироваться к темноте, там 10, 15, там 20. Харитон сидел по часу, чтобы адаптироваться и видеть эти фотоны. Так вот, вот это вот реакция очень медленно. Это вот оно. Это темновая адаптация. Вот я и написал. 11-цис вставляется в белок, темновая адаптация. Медленный, мучительный процесс с точки зрения биохимии. Мучительный. Таким образом, свет не только носитель зрения информации, но и потенциально опасный, повреждающий фактор. Почему? А вот почему. Я снова показываю эту картинку и пишу. Вот этот трансретиналь, он сам по себе фототоксичен. Такое его свойство. И самое ужасное, он очень легко дает продукт, он является предшественником фототоксичных и флюоресирующих бисретиноидов. То есть, если его вовремя не превратить в ретинол и не убрать, к чёртовой матери, как говорится, потому что он опасен, то он легко превращается вот в этот бисретиноиде. И тогда дело плохо. И это происходит. Это имеет... То есть, эти дегенеративные заболевания отчасти может быть проблема уборки. Проблема уборки. Не отчасти, а в значительной... В значительной. Ну, не в значительной. Вы правы, отчасти. Я боюсь, что если меня слушают офтальмологи, они меня убьют, но... То есть, проблема очистки. Проблема... И вот я вам пишу. Снова эта картинка зрительного цикла, но я добавил вот эту правую часть. Видите? Полностью... В норму удаления, в патологии накопления. Образуются вот эти вот бисретиноиды. И вот эта патология накопления, это очень плохо. Совсем плохо. Совсем плохо. Вот вам... Я взял из одного из очень хороших обзоров зрительный цикл и дегенеративные заболевания. Гены повреждения зрительного цикла. Вы видите? Вот я... Мы этим занимались просто, поэтому я это пишу. Болезнь Штарварда. Это одна из форм дегенерации, которая поражает молодых людей, которые, в конце концов, становятся абсолютно слепыми. Почему? Это моногенное заболевание. И один из объектов сейчас экспериментальных методов. Ну, конечно. Так вот, вот этот ген, вот этого белка, ABCA4, этот белок, который переносит, ну, переносит через мембрану ретиналь, а также зависимый переносчик. Вот если он поврежден, ретиналь накапливается, и в результате целого ряда процессов, возникает болезнь Штарварда, и слепота никак не лечится. И молодые люди. А вот если пигментный ретинит, тоже очень распространенное заболевание, то здесь дефектен и саморадопсин, вот я говорил, меняются аминокислоты, и белок другой в пигментном эпителии, и, короче говоря, а вот третье там, лебер, то есть это офтальмологи могут целый список дать. Амаврозлибер. Да, да, да. И вот сейчас уже, и в чем эти белки где? И в наружном сегменте палочки, и в ретинальном пигментном эпителии. То есть вот, и вот что они делают? Они, это все белки, гены, а, соответственно, белки зрительного цикла. А зрительный цикл зачем? Чтобы была вот эта восстановка, чтобы один раз взглянув на солнечный мир, мы не ослепли, не израсходовали весь родопсин и до свидания. То есть это есть сегодняшняя наука под условным названием фундаментальная офтальмология. У нас есть группа небольшая в институте микрохирургии глаза, вот, у Федоровского, и мы там в том числе этим занимаемся очень успешно с таким профессором Борзенком, но это отдельная история. То есть мы очень близки к медицине, но это, так сказать, результат фундаментальных если это не, то есть я не, то есть, ну я сейчас только, то есть это, то есть, конечно, мне интересно, чтобы что-то это была польза. Но вы не утаиваете свои результаты от медицины, скажем тогда. Наоборот, я активно пытаюсь, а не только иногда сопротивляюсь. Вот это плохо. То есть вы не работаете на медицину, но ничего от нее не скрываете? Нет, мы работаем, я сейчас покажу кое-что дело. Нет, обскрывать не может быть и речи. Вот вам поиск, вот это уже совсем медицина, поиск лекарств для лечения дегенеративных заболеваний щетчатки. То есть то, что я говорил, это я не придумал. Вот вам этот, ну в общем, одна из известных обзоров, вот что пишут умные люди, патентоведы, кстати. Большинство патентов, подаваемых на новые лекарства в области офтальмологии, направлены на попытку коррекции зрительного цикла. То есть люди, которые ищут, они ищут, они знают, где искать. Они сейчас, благодаря тому, что мы знаем, как цикл. И вот мы здесь тоже кое-что делаем. Вот вам первый путь, как поиск лекарств. Значит, это делают американцы в Национальном институте здоровья в основном, сивинг такой. Они, на мой взгляд, это плохой путь, но это на мой взгляд. Они ищут возможность уменьшить количество регенерированного родопсина. Исходя из того, чем меньше родопсина, тем меньше полностью трансретинала. И они вводят так всякие вещества, которые нарушают ферменты, которые делают одиннадцатый с ретиналь. На мой взгляд, это не очень хороший путь, поскольку такой сложный механизм по массе побочных. Но люди ищут и подают патенты. И это один из самых ведущих в мире. Национальный институт глаз в БТС, где я два года имел счастье работать. То есть это, так сказать, серьезно. Второй путь, вот мне даже недавно пришло на рецензию этот патент, это перехватить свободный ретиналь. То есть вот он освобождается и его не убирается, вот чтобы, не дай бог, не образовались эти продукты, вводятся вещества, которые его перезахватывают. На мой взгляд, это хороший путь. И не очень-то вредные лекарства. Я подчеркиваю, ни одной из них еще клинически не... третий путь, это раз уж они появились и вызывают фотоокисление, фотооборождение, давайте найдем антиоксиданты, которые это предотвратят. Вот мы как раз сейчас вот нашли там оксибиол и запатентовали даже его вот к медицине, видите, который борется вот с последствиями токсичности вот этих бисретиноидов. Но вот это три основных пути по зрительному циклу, по которым идет современная офтальмофармакология, я бы так сказал. Понятно, да? Ну и совсем конкретно липофусциновые гранули пигмент старости. Вот эти липофусциновые гранулы, они содержатся в пигментном эпителии, и вот они-то и накапливают вот эти бисретиноиды. Вот эта картинка, которую я бы хотел чтобы она мне очень нравится. Вот эта клетка пигментного эпителия, вот это в нее входит между двумя отростками наружу сегмент палочки, здесь сосудистое русло, из нее идет кислород, а сетчатка по потреблению кислорода занимает первое место в организме, только с мозгом может сравниться, еще не дай бог с раковой опухолью, понимаете? Значит, куча кислорода, куча света, свет плюс кислород, плюс легко окисляемые субстраты это гремучая смесь для фотоокисления, для фотоповреждения, понятно, да? Поэтому вот эти клетки и наружный сегмент, где полностью трансретиналь, и пигментные петели, это есть объект для фотоповреждения, то есть это опасность. И поэтому существует мощная система в природе выбранная, защита от этого. Значит, что в этой клетке есть? Есть вот эти липофусциновые гранулы, вот они. Что такое липофусциновые гранулы? Это просто обломки недопереваренных наружных сегментов. Вот эти наружные сегменты все время обламываются и фагоцитируются пигментными петелием. И если они лизосомами не до конца переварились, они образуют эти гранулы, которые до самой смерти остаются и никуда не деваются. 20% объема этой клетки к 80 годам заполнено этим шлаком. Ужас! Да. Эти гранулы могут сливаться с меланосомами, что меланинами, образуют так и мелано-липофусцин. И вот, слава Богу, есть меланосомы. Меланосомы это меланин с белком. Этот пигмент эпитоли черный на глаз. Он из-за того, что черные меланосомы. Вот мы в свое время показали, что они не только светофильтр, это просто черное тело, которое поглощает свет, но они еще антиоксиданты. То есть, вот эти меланин сильнейший антиоксидант. Поэтому ног с возрастом, как седые волосы, количество меланосом падает, а количество липофусциновых гранул растет. Говорят же, глаза выцветают. Это немножко другое, но факт тот. То есть, в этом смысле ничего хорошего. Но мы хотя бы это понимаем. И поскольку липофусциновые гранулы обладают сильной флюоресценцией, но такое их свойство, то это их свойство используется для того, чтобы создать, и он сейчас есть, диагностический метод. То есть, сейчас есть конфокальный сканирующий лазерный офтальмоскоп, который позволяет мерить неинвазивно флюоресценцию глазного дна. А идея простая. Чем больше флюоресценции, тем больше липофусциновых гранул, тем хуже. А уж если она пропала, еще хуже, потому что, значит, клетка разрушилась. И сейчас вот такие атласы существуют, ну, как бы интерпретация диагностики аутофлюоресценции глазного дна, вот особенно хорошо это в Лондоне, в Мурфилд госпитале, вот этим занимаются люди. Вот как это флюоресцент, видите, вот она флюоресцент, это вот макула, это слепое пятно, и это очень мощный метод, который мы пытаемся усовершенствовать. Но они фототоксичны. И вот это наша первая работа, это я хвастаюсь сейчас, в 93-м году мы опубликовали, с Болтоном он к нам приезжал, и мы к нему приезжали, это англичанин, сейчас он в Америке. Оказалось, что это вовсе не инертный шлак, а это фотоактивные фототоксические граммы. Вот это был 93-й год, потом была группа и польских авторов этим занималась. И, короче говоря, сегодня мы можем нарисовать такую картинку, что апоптос, то есть гибель клеток, активной формы кислорода, то есть токсичный кислород, и электроэтинограмма, они все укладываются вот на такую кривую, где видно, что фиолетово-синяя часть опаснее, чем зеленая и красная. А почему? Да потому что липопусынеграмма именно здесь поглощают. Вот отсюда повреждающее действие света. Отсюда, если вам поставить хрусталик искусственный, который будет пропускать вот это, то ничего хорошего, а будет макулярный оттек. Система защиты это отдельная песня, но вот основные элементы, постоянное обновление наружного сегмента, то есть у нас с вами за 10-12 дней, 14, полностью обновляется не клетка, а вот только наружный сегмент, то есть пленка выбрасывается и заменяется новой. Набор мощнейших антиоксидантов и светофильтры, где хрусталик играет ключевую роль. Отсюда, это вот наша работа еще, но это до нас было известно, что с возрастом хрусталик желтеет. Вот это новорожденное, видите, а это там после 80 лет. И вот это пожелтение хрусталика, это старческое пожелтение, оно, это не помутнение, а пожелтение. И это для хрусталика это как бы старение, а для сетчатки благо. Это отсекает опасную фиолетово-синюю часть, поскольку в старческой сетчатке очень много липофрусциновых гранул. То есть это приспособление, защита от фотоповреждения в старческой сетчатке. Поэтому ничего не стоило догадаться, что мы сделали, что интерокулярная линза должна быть вот примерно такой. Вот мы это сделали в 80-х годах с Федоровым тогда. И вот сейчас порядка полутора миллиона имплантаций. То есть это как бы ежу понятно, как говорят мои дети, что нужно было не бесцветную, тем более поглощающую ультрафиолет, а вот такую желтовать. Хотя сейчас люди переходят уже к Ф абсорбирующей, но бесцветной, поскольку когда мы это делали, мы не знали, что есть еще мелатонин, который заведует суточным ритмом, а он тоже поглощает в синей области. Но короче говоря, сейчас современные интерокулярные линзы, они все такие, чтобы не повредить сетчатку, поскольку понятен механизм повреждения. Все. На этом моя лекция как бы закончена, и то я затянул со страшной силой. Ну, я очень благодарна, тем не менее, что вы уделили нам такое время. Но я сейчас прощаюсь пока с вами и задам вам еще один вопрос через короткое время. Окей. Я хотела попросить вас обозначить авангардные экспериментальные методы, которые являются альтернативой лекарствам, которые пока не прошли клинических испытаний, но сейчас они на гребне волны. Я знаю, что вы занимаетесь в частности оптогенетикой, и есть и другие подходы. Оптогенетика это, как я понимаю, в общем-то альтернатива генной терапии, которая тоже уже работает об успех. Не альтернатива, а вариант. Давайте в двух словах скажем об оптогенетике. И о сетчатке. И о сетчатке, да. То есть способ протезирования поврежденной сетчатки. Да, да. Это совсем новая. Буквально схему в двух словах. Это идея, которая... Значит, оптогенетика это новый метод. Оптогенетика это просто новый... Ну, это экспериментальный метод исследований. Вот теперь выясняется, что не только для исследования и, может быть, для медицинского применения. Значит, суть оптогенетики элементарно проста. Вот нейрон мозга. Ну, просто картинка. Нейрон, естественно, не светочувствительный. Мозгу. Нервная клетка, она не светочувствительная. Но мы хотим ее каким-то образом возбудить экспериментально, чтобы изучать там нервные сети, ну, и так далее, и тому подобное. И возникла идея, которая... Это тоже длинная история. Вообще, оптогенетика, я не хочу сказать, что Россия родина слонов, но и оптогенетика действительно родилась в Московском университете на биологическом факультете. И первая такая работа была опубликована и сделана Феликсом Федоровичем Литвиным, он жив-здоров, слава богу, и его учеником и сотрудником Олегом Синищоковым. Они изучали совершенно никчемное дело. Они занимались совершенно вот, ну, казалось, что они там изучали. Они изучали в одноклеточной водоросли, почему она реагирует на свет, ее фототаксис. И они изучали, какой пигмент отвечает за этот фототаксис у зеленой водоросли, одноклеточной. И они нашли, что этим пигментом является родопсин. Но не зрительный родопсин, а похожий на бактериальный родопсин. Фоточувствительный белок. Фоточувствительный белок. Но родопсин. То есть там 11, ну, не 11, там 13, но ретиналь с белком. Родопсин – это белок с ретинальным. Вот он называется родопсином. И потом, уже, так сказать, в Америке, вот один из, то есть несколько человек, но один из них, который, я думаю, не он или вообще, это область, которая, на мой взгляд, без пяти минут Нобелевской премии. Без пяти минут Нобелевской премии. Он догадался, это было очень сложно технически, вставить ген, ген этого фоточувствительного канального родопсина, потому что это родопсин, ионный канал, вставить в нервную клетку. И он будет там работать, делать белок. Ген сделает белок, а потом он посветит, а потом он посветит, а потом он посветит, даст там лазерный слабенький луч, вот он синенький, и клетка возбудится. И когда это получилось, всего там несколько лет назад, ну, где-то меньше десяти лет назад, первое, первое, и началась лавина работ по оптогенетике, изучение, по изучению мозга, памяти. Ну, вон, мышка эта знаменитая. Да, да. Вот я здесь привел топовые журналы, это лучшие, где публикуются эти статьи, там, не знаю, Нэшу, Вольве управляют, были вы поведением болевого сигнала. Если вы возьмете гугл, и на оптогенетике, там масса всего. Вот пример, я просто, это я взял просто одну из множества работ. Когда взяли мышку, у которой, ну, такая трансгенная мышка, у которой был эпилептический припадок. Но она была эпилептической моделью, сейчас это очень известно. И вот идут нервные импульсы, и мышка, так сказать, бьется в конвульсиях. Вот мы посвятили, мы, а вот эти авторы в данном случае, это работа 13-го года, посвятили, сделали дырку в черепе, это же экспериментально, посвятили на определенные нейроны, которые заранее, вот, в них вставили эти светочувствительные, ионные родопсиновые каналы, и мышцы перестали дергаться. То есть, судорожный припадок прекратился. То есть, это не медикаментозное лечение эпилепсии. Целевое направление. Целевое, на определенные, не вообще на нейроны, она совершенно, потому что нейрофизиологи знают, какие именно нейроны, в какой именно части мозга ответственны вот за это. А вот части дегенерации сетчатки, вот что можно сделать? Ну, я иду к этому. Вот, значит, протезирование сетчатки. Значит, возникла идея совсем недавно, что, может быть, можно использовать этот метод для протезирования полностью слепой сетчатки. Ну, смотрите, что такое дегенеративная слепая сетчатка? Это сетчатка, в которой погибли зрительные клетки. Видите, палочки и коллочки. Они погибли. Их нет. Но нервные клетки, биполярные, особенно гонглиозные, здоровые. Они могут функционировать, они могут посылать сигналы в мозг, но они не светочувствительные. Идея проще паренерефа. Идея не выполнения, а идея. Давайте возьмем ген вот этого канального адапсина, вот этой водоросли, который работал, вот Синищоков, который сейчас в Техасе, вот он приезжал, он нам помогает очень. Там промоутер. Вставим его в аденовирус, а аденовирус уже разрешен для генной терапии. И сейчас есть глазное заболевание, которое просто лечит таким образом. И это будет носитель. Возьмем со стороны стекловидного тела, просто вколем в стекловидное тело вот такую конструкцию. Она найдет, поскольку там есть специальный промоутер, вот эту гонглиозную клетку и в нее вставится. И тогда, если мы дадим свет, гонглиозные клетки пошлют информацию мозга о том, что есть свет. Понятно? Ну, принцип понятен, да. Вот принцип. Вот работу, которую сделали американцы. Это доктор Пен в Филадельфии. Это одна из первых работ. Сейчас такие работы сделаны такого типа группы немцев со швейцарцами в Геттингене, французами. Это вот началось. Это вот началось. Это работы 14-го, 15-го, наверное, сейчас 16-го. Они взяли галлородопсин. Галлородопсин плохо тем, что это не насос, не канал, а помпа, насос. То есть, он один квант переносит, один хлор. Но они, как бы то ни было, двумя генами, то есть, вставили два гена в гонглиозную клетку. Видите? Когда один канал возбуждает клетку, вот этот вот, синий свет, а этот галлородопсин тормозит клетку. А для того, чтобы был хороший зрительный сигнал и мозг распознал, нужно, чтобы эта клетка гонглиозная в центре возбуждалась, а на периферии дендрита тормозилась. Называется он, оффрецептивное поле. И вот они получили, это одна из работ, сейчас появились другие, что когда трансгенным мышкам, у которых пигментный ретинит, то есть нет зрительных клеток, вот вставили такую конструкцию, то мышка, которая была слепая и не могла найти, условно говоря, пути в лабиринте, стала зрячей, как бы, и она стала находить путь в лабиринте. То есть, это был первый эксперимент про зрение мышки. Понятно. Вот в этом направлении начались работы. И вот мы только начинаем, у нас замечательная сейчас группа, это вот Академия Кирпичников, это Академия Кирпичников, это и Биофак, кафедра биоинженерии, и его же лаборатория в Институте биоорганической химии, это лаборатория, Институт высшей нервной деятельности, где вот член КОР Балабан, и там лаборатория, там очень хороший сотрудник, Малышев Алексей, это наша группа, и это мы, так сказать, уже договорились, но пока им нечего делать, это офтальмологи, которым мы еще ничего не можем принести. Но, короче говоря, единственное, что мы сделали, и это для нас успех, вот конца 2015 года, вот только что опубликована работа, в декабре 2015 года, просто вот удалось сделать канал, который не галородопсин, а йонный канал, типа вот этого канального родопсина, только который переносит не катионы, а анионы, не натрий, а хлор, и мы его тоже вставили в ганглиозную клетку, видите, ну просто в нервную клетку, мы дали свет, и видите, клетка, она была вот, давала импульсацию, это просто из этой работы картинка, а при действии света она затормозилась, это вот первый малюсенький шажок на пути, буду, я еще раз подчеркиваю, ни в одной лаборатории мира, и нигде, пока никакие клинические испытания не сделаны, сейчас идут сугубо вот работы ин витро, ин вива на животных, но это путь, по которому в ближайшее время пойдет, так сказать, мировая, не даже наук, но мировая молекулярная физиология и офтальмология зрения, это путь один из возможных, является одним из возможных, я подчеркиваю, там еще другие есть, и медикаментозные, и электронные патриозирования, конечно, но это одна из возможностей, естественных в общем, превратить нервные клетки в псевдофоторецепторы, и они пошлют информацию в мозг, но это только самое-самое-самое начало, спасибо за внимание, спасибо, желаю вам успеха, спасибо, что пришли, всего доброго, спасибо, спасибо, Продолжение следует...